Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 27 августа день, посвященный российскому кино. В 2020 году празднику 40 лет. Этот день не является официальным выходным, но, независимо от этого, его с удовольствием отмечают по всей стране. День российского кино – событие, затрагивающее практически каждого жителя страны, ведь сложно назвать человека, который не любит смотреть кинофильмы. Ну, а как профессиональный праздник отмечают все те, кто так или иначе связан с кинематографом? Это сценаристы, актеры, режиссеры, операторы, костюмеры, каскадеры, звукооператоры, монтажеры, представители смежных профессий, имеющие отношение к съемочному процессу. Сегодня гость в студии, который знает о кино не понаслышке. Режиссер и кинооператор Игорь Мичкин, город Москва. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Коллега, я даже могу вас назвать. Приветствую вас. В этот профессиональный праздник, конечно, примите поздравления. И первый вопрос, с чего начался, собственно, путь кинооператора? Вот когда вы почувствовали интерес к этой профессии? Если говорить о том, как все это получилось, как надо, конечно, зайти достаточно далеко. Истоки, наверное, они как-то туманные, потому что, скажем, фотоаппарат я первый раз взял еще в глубоком детстве в руки. И с тех пор всю жизнь с фотоаппаратом не расстаюсь. А несколько позже судьба так распорядилась, что мне в руки дали камеру. Хотя я одинаково, допустим, болел и фотографией, и самолетами, и вообще я железяки всякие любил. Разносторонним ребенком росли. Потом это все равно все сошлось, потому что кинооператорская профессия, она так или иначе связана с железом. Первое образование у меня было авиационное, наш авиационный институт самарский. Но когда я его закончил, годы эти были не очень веселыми для авиации. И как-то так получилось, что совершенно случайно я попал на одну из тогда, в начале 90-х годов, коммерческих телестудий. И мне дали камеру в руки попробовать, и у меня как-то получилось так само собой, пошло-поехало. А поработав телеоператором, скажем, на новостейных сюжетах, мне показалось, что нужно дальше учиться. Нужно двигаться дальше. Да, нужно двигаться. Как раз определили мой вопрос, что вы работали на самарских наших каналах. Вот когда пришло вот это понимание, что нужно дальше, дальше? Ну, это был 95-96 год, когда мне, в общем-то, тоже мои же старшие товарищи, которые уже в свое время закончили в ГИК, уже были профессиональными операторами, просто как-то посоветовали, а не попробовать ли тебе? Ну, а для меня всегда вот это вот, а не попробовать ли тебе, это как отмашка флажком таким. Я сразу низкий старт принимаю, почему бы нет, и ничтоже сумняшся, в общем, в 96-м году поехал покорять в ГИК. Скориться, да? Мне еще посчастливилось проходить во время учебы стажировку за границей у Кшиштофа Зануси на его фильме «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем». И вот эта же стажировка, она хоть и не была длинная, но очень много мне дало именно в операторской профессии. Здесь, в Самаре, в 2000-м году мы сняли один из первых за долгое время постановочный пилот сериала, назывался «Кулагины». Во время учебы, когда вы изучали мировой кинематограф, скажите, пожалуйста, Игорь, вот возникло желание кому-то подражать? Да, подражали, да и многим подражали, потому что любой какой-то новый фильм, это было открытием, и хотелось попробовать. Вот мы когда буквально следом за Кулагинами, мы по сценарию Валерия Бакирова, тоже известный наш самарский режиссер, сценарист, но который тоже уже долгое время находится в Москве. Мы сняли короткометражный постановочный игровой фильм «Анохин». В этом темпо-ритме подходил стиль Ларса фон Трира. Вот вы, как оператор, сняли десятки документальных фильмов, работали в телесериале «Жаркий лед» в 2007 году. Скажите, пожалуйста, а вот почему вы дальше не пошли по этому пути? Получилось так, что творчество из кино стало уходить. Я сейчас говорю только от себя, свои личные впечатления, вот, и, чего греха таить, очень многие, ну, рядовые, я имею в виду операторы, те, которые работали и в большом кино, и на сериалах, просто отзывались об этом как о халтуре. И как вы считаете, в каком направлении движется сейчас современный кинематограф? Вот, опять же, есть мнение, что скоро из жанрового кино, скорее, все сцены начнут создавать на компьютере. Ну, так оно и есть, уже 80-90% мирового кинематографа делается на компьютере, потому что все же идет к оптимизации. Вообще в мировом кино тенденция сейчас такая, что творчество, скажем, для тех, кто хочет этим заниматься. А в основном-то кино это сейчас стало бизнесом, причем таким очень доходным. Изменились ли ваши представления о работе оператора после перехода состояния любителя в состояние профессионала? Ну, в любом случае, профессиональная подготовка дает определенную базу, четкие знания, а самое главное, на мой взгляд, это прививает вкус и чувство прекрасного. Не сочтите за банальность. Горячие точки, Филиппины, Бангладеш, Шелковый путь, Китай с его секретами разнообразим. И вот здесь, кстати, ваша первая режиссерская работа. Вот если вспомнить это время, сколько вы готовились к съемкам? Что было труднее всего? Первая режиссерская работа – это короткометражный документальный фильм «Портрет. Попытка понять вселенную». Главный герой – это наш с вами земляк Виктор Петров, тоже известный в Самаре журналист. Его многие знают как человека, прошедшего чеченский плен в 2000 году. Я уже к тому времени решил, что надо двигаться еще раз дальше, какие-то новые этапы профессионального творчества постигать. И поступил в очередной раз на режиссерский факультет Московского института телевидения и радиовещания. Это уже как второе высшее образование было. Там я проучился два с половиной года. Просто только потому, что многие предметы сдавал экстерном, поэтому у меня срок был более короткий. Вот. И, собственно говоря, для дипломного проекта я и выбрал вот эту историю просто из сугубо таких меркантильных соображений, потому что я знал главного героя, его всю историю от и до. Лично, да? Да. Мне не надо было что-то там тратить время на изучение, на поиски и так далее. Вот. И, естественно, тут человеческий фактор в том, что, поскольку мы друг друга хорошо знали, нам и общаться было проще, и логичнее. Вот. И, собственно говоря, Виктор, он на эти вещи человек простой, быстро поднимается, легко все с ним договориться, найти место и так далее. Отснято было, конечно, очень много рабочего материала, и, наверное, половина материала не вошло в фильм. Также очень интересный проект. Хочу о вас спросить. Экспедиция на поиски затонувших кораблей во время войны. Экспедиция на Черное море на поиски затонувшего немецкого транспорта «Бой Федерсон» состоялась в июне 1917 года. Это была очень интересная, потрясающая экспедиция. Честно говоря, я даже не ожидал, когда туда ехал. Не знал, что там будет происходить. Но это было... То есть этот корабль нашли незадолго до самой экспедиции. И, в общем-то, цель экспедиции была удостовериться, что это действительно «Бой Федерсон», который якобы перевозил награбленные ценности в 1943 году во время уже освобождения Крыма от фашистов. И, собственно говоря, недалеко от берега, где-то в районе 12-15 морских миль, его атаковала наша авиация и подводные лодки. Корабль был затоплен. Вот этот материал мне показался очень уникальным. И я просто не мог пройти мимо и решил, что я должен сделать уже второй свой фильм, на этот раз полнометражный. И вот не так давно я его закончил, чем сильно горжусь. Работу эту можно будет увидеть, не лежит ли она на полку? Ведь это же тоже работа. То есть, да, сейчас, когда заканчиваются, собственно говоря, все подготовительные, или, скажем так, завершающие этапы к подготовке, значит, к публикации, я думаю, пока не знаю, где можно будет посмотреть. Возможно, в сети, либо я приеду еще раз в Самару с фильмом и покажу в каком-нибудь кинотеатре, если удастся с кем-нибудь договориться, и если позволят сейчас эпидемиологическая обстановка и все, что с этим связано. И в перспективе, поскольку у нас есть с русской подводной исследовательской экспедицией уже сложившиеся, скажем, взаимоотношения, и мы понимаем друг друга хорошо по работе, у нас есть договоренность продолжать дальше совместную работу. Тем более, что в Черном море затонувших кораблей несметное количество. Конечно, безусловно, работа оператора очень интересна, очень многогранна. Вот расскажите, пожалуйста, про экспедицию «Шелковый путь». Что особенно удалось вам узнать нового интересного, ну и, конечно же, посредством своего мастерства показать зрителям? Да, кроме того, что я в творчестве сам выражаюсь как режиссер документального кино, я продолжаю работать с оператором. И вот хочу просто рассказать, одной из запоминающихся тоже экспедиций, довольно длинных, трехнедельной экспедиции, была по «Шелковому пути». Это 9 тысяч километров от Москвы до Китая, города Сиань. Это древняя столица Китая, где, кстати говоря, находится та самая терракотовая армия, которую мне посчастливилось видеть. И один из эпизодов этой экспедиции был очень интересный. Мы ехали по внутренней Монголии вдоль пустыни Гоби, и, значит, заезд уже к этому времени, очередной заезд, очередной этап гонок остановился. То есть все участники гонок финишировали, и мы передвигались на базу, на стоянку. И увидели от дороги, увидели в песках пасущихся верблюдов, небольшое стадо, ну и решили остановиться и сходить к ним, с ними фотографироваться на память. А ехали мы на джипе, в общем-то, который, как нам казалось, достаточно проходимая машина. Но стоило нам только с дороги съехать в пески, как тут же через 50 метров мы буквально начали тонуть в этом песке. И что бы там ни делали, любое движение машину засасывало просто еще сильнее, и в итоге она почти села на брюхо. И что делать в этой ситуации мы не могли понять. Я вернулся на дорогу и пытался как-то сигнализировать проезжающим участникам гонки, которые тоже возвращались на базу. Это были грузовики. Меня почему-то никто не хотел воспринимать как терпящего бедствия. Да, и все почему-то думали, что то, что я там машу руками, как ветряная мельница, они думали, что я их приветствую, и там фарами сигналили мне, значит, сигналами звуковыми. Но никто не останавливался. И только вот проезжающий французский экипаж каким-то образом они, видимо, поняли, что я голосую о бедствии каком-то. Скажите, пожалуйста, а вот эти моменты, когда грозит чисто человеческая опасность, вы же профессионал, вы оператор. Вот вы в это время не взяли в руки камеру, не начали снимать, вы все это снимали. Конечно, это все снято было, да. Расскажите, вот в повышенной процессе опасности как оставаться профессионалом, четко понимать, что это нужно обязательно заснять. Вот такие моменты. Есть такой момент, особенно этому хорошо учишься на войне, ну, в горячих точках, где взрывы, пули свистят, то есть там, кроме того, что нужно снимать, нужно еще и оценивать окружающую обстановку. Ну, собственно говоря, здесь то же самое, когда вот мы терпели бедствие, да, тонули в этих песках, вот, кроме всего прочего, ну, просто не теряешь голову, ничего, собственно говоря, страшного не происходит, все живы-здоровы, вот. И нужно решать просто эту проблему техническую, нужно было просто остановить грузовик и, знаю, зацепить за него наш автомобиль и вытащить. Но, кстати говоря, когда этот французский грузовик заехал в пески, да, он тоже почти утонул там, но в итоге сумел все-таки вытащить нас. Все-таки, да, продолжая разговор о творчестве, о вашей работе, Игорь, что еще можете рассказать, может быть, такого интересного нашим уважаемым телезрителям? Меня очень сильно волнует судьба кинематографа вообще и нашего российского кино, потому что, как я уже говорил, сейчас оно претерпевает какие-то пертурбации, ищет какие-то свои пути. И окружающая обстановка сейчас и в мире, и в стране способствует тому, что кинотеатры даже, может быть, закрываются какие-то, публика, кинопублика переходит на домашние просмотры. В общем-то, ни для кого это не секрет. Меня вот этот вопрос очень сильно интересует, и, возможно, я хотел бы свою будущую научную работу, я об этом тоже думаю, посвятить вот этой проблеме. Хорошо. О каких еще интересных работах стоило бы сегодня рассказать, вспомнить, ну и показать, конечно? Показать можно то, что вот для меня было открытием так называемой китайской оперы, современной китайской оперы. Это синтез всех вообще всевозможных искусств, трюков, постановок и так далее, то, что вот я сам видел и снимал в Китае. Это, конечно, дорогого стоит. Очень интересно смотреть, когда на сцене это даже, я не знаю, это не 3, не 4D, не 5 даже. Это какое-то невероятное сочетание технологий, иллюзионов, фокусов и всего, что не есть, и всего, что дает техника сегодня. Это вот чудеса действительно. Ну, понятно, когда снимаются такие масштабные проекты, это работа, конечно, не одного оператора, а целой команды. Вот как вам работать в команде, и есть ли вот какие-то примеры, о которых можете рассказать? В команде я работаю нормально, я считаю себя командным человеком, я понимаю при том, что делают остальные члены съемочной группы в данный момент. И, собственно говоря, что должна в этом случае моя камера, что должна делать? Ну, так, допустим, мы снимали в 2007 году на работе на сериале «Жаркий лед», который в свое время шел на Первом канале. Там мы работали несколькими камерами, несколькими съемочными группами. Одна группа снимала в павильонах, другая была, так называемая, мобильная группа, которая снимала на натуре, в интерьерах и так далее. Ну, это работа сложная, интересная и командная, как вы сказали, но зато остались хорошие впечатления от общения со знаменитыми актерами. Это и Екатерина Гусева там снималась, и Борис Александрович Невзоров, и Александр Тютин, и все те, кто сейчас составляют основной состав нашего современного сериального кино и большого кино. Вот, кстати, вопрос, как пережили самоизоляцию, занимались ли творчеством? Самоизоляция – это, конечно, очень серьезный удар был, наверное, по всем нам и по творческим людям, а уж по кино я вообще не говорю, потому что все съемки были прекращены. Да, приостановленные. А я, поскольку еще занимаюсь музыкой тоже очень давно, а, собственно говоря, серьезно стал выступать где-то в середине 90-х годов, в том числе и успел и на Самарском радио что-то исполнить в свое время. И потом, после переезда в Москву, выступал, и продолжаю выступать на разных площадках со своими песнями. И я решил, пока вот был карантин, ну, сделать что-то вроде такого клипа. Ну, не знаю, на ваш суд что получилось, хорошо или нет. Не только на наш, но и на зрительский, разумеется. Давайте его посмотрим. КОНЕЦ Я знал, на этом свете столько людей. Одни из них жили в тесных квартирах, Другие мокли под сильным дождем, Но никто из них не знал о том, Где же их дом. Я знал, на этом свете очень много людей. Одни из них не знали, где я живу, Другие бывали у меня каждый день, Но никто из них не знал о том, Где же их дом. Эти люди думали, что все хорошо, А я всего лишь хотел раскрыть им глаза. Они никак не могли понять, Какая здесь связь, И не видели мир, Который я им хотел показать. Эти люди, живущие в тесных квартирах, Ждали молча, глядя на дождь за окном. Они искали смысл в собственном придуманном мире. Они были рядом, но так и не поняли, Что это их дом. Эти люди мои, и не только друзья, Они вместе со мной у меня за столом. Они верят в то, во что не верить нельзя. И возвращаясь на ночлег, Наивно полагали, что их дом за углом. Эти люди думали, что все хорошо, А я всего лишь хотел раскрыть им глаза. Они никак не могли понять, Какая здесь связь, И не видели мир, Который я им хотел показать. Игорь, ну что же, в день, в свой профессиональный праздник, Что бы хотели пожелать? Ну, во-первых, конечно же, себе, Почитателям вашего творчества. Вот действительно талантливый человек, Талантлив во всем. И журналист, и режиссер, и оператор. И еще и поете прекрасно. Слова в завершении. Представляю вам, пожалуйста. Ну, конечно, я бы хотел все-таки, Чтобы наше кино продолжало развиваться, И чтобы вернуло себе какие-то позиции. Те, что у нас были, скажем, в лучшие времена. А себе пожелаю, Чтобы дальше было больше и много интересной работы, Интересных съемок, длительных поездок, Вот как у меня это иногда случается. И чтобы это все продолжалось. Спасибо большое. Ну, от себя хочу поздравить вас с профессиональным праздником И пожелать вам здоровья, Спасибо вам. Чтобы оно было для реализации всех ваших творческих моментов. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова